Так, ну что, ребята, всем привет! Здорово, на самом деле, что сегодня не так много народу. Спасибо, что зашли к нам сегодня на наш бизнес-завтрак. Может быть, кто-то даже и на наш бизнес-обед останется, если захочет. Меня зовут Антон, напомню, кто... Ну, я тут, не знаю, честно говоря, приятно, что много незнакомых лиц. Может быть, познакомимся сегодня, но есть и знакомые лица. Всем привет! Я руководитель компании TeamLead. Вот сегодня мы вас пригласили на так называемый бизнес-завтрак. На самом деле, мы вообще редко проводим вот в таком формате мероприятия. Обычно мы на целый день практически там забираем людей. Но сегодня мы вас отпустим пораньше. В связи именно с тем, что мы не так часто такими вещами увлекаемся, как какие-то семинары и так далее. По сути, раз или два в год мы проводим в Питере или в Москве. Мероприятие, посвященное продуктам Atlassian и всем, что с этим связано. В связи с этим, вот даже как бы у нас, видите, сегодня не регистрации ничего нет, хотя обычно бывает, не бейджи, ничего мы не стали делать. Но мы тут, по сути, вот приехали тут на проекты и заодно еще решили с вами поговорить о каких-то вопросах, которые, может быть, вам интересны. Ну, раз вы зарегистрировались, наверное, вам что-то интересно. Может быть, не стесняйтесь, если это будет не по теме сегодняшнего нашего митинга. Подходите, спрашивайте, не стесняйтесь, мы какие-то консультации дадим там и по другим вопросам. Сейчас у меня небольшое вступительное слово, там на 15-20 минут, после чего моя коллега Маша вам расскажет какие-то истории про некоторые инструменты планирования. После этого у нас спешл-гест из Исландии, из компании Tempo, девочка Сара, нам расскажет про их продукты, тоже как бы по теме. После чего вернется Маша, добьет свою историю. В перерывах, я так понимаю, где-то там нам булочки дадут покушать. И после чего, как бы такая открытая часть, можете нас дергать, подходить, спрашивать, задавать вопросы. Ну, не стесняйтесь, на самом деле, и сейчас даже перерывать. У нас обычно все в довольно таком свободном формате, нет у нас каких-то там бюрократических процедур, поэтому как-то так. Сейчас я попробую тут начать переключать. Значит, ну, кто вообще о нас ничего не знает, я вот один слайд тут добавил. Мы находимся в Санкт-Петербурге. Сейчас начинаем как-то плавно, постепенно переезжать в Москву по работе. Мы занимаемся продуктами Atlassian, любим их, как я так понимаю, и вы. И стараемся в нашей стране и соседних нам странах помогать людям разбираться с этими продуктами. Вот этим мы занимаемся. Ну, так, чтобы вот просто поняли мы. На самом деле, когда вот у нас такие редкие встречи случаются, мне дают маленькое вступительное слово. И я на нем, чтобы вот немножко не по теме даже вообще нашей встречи, рассказываю просто какие-то последние новости из нашей жизни. На самом деле, я однажды это начал делать, и потом люди попросили меня это делать все время. Вроде как бы, чтобы сейчас немножко вы втянулись, да, поняли вообще, кто мы и так далее, чем занимаемся. И буквально тут обычно это делаю, вот говорю, раз там в год подвожу итоги, рассказываю, какие мы сделали там плагины за год и так далее. Вот сейчас немножко у меня тут пару слайдов про нас, и потом плавненько мы перейдем уже к, наверное, тем темам, из-за которых вы сегодня пришли. Ну, я надеюсь, что вы и из-за нас тоже пришли. Значит, мы наконец-то тут переехали в новый офис, который попросторнее, поинтереснее. К чему я это говорю? К тому, что если вы будете в Санкт-Петербурге, а есть тут кто-нибудь из Санкт-Петербурга? Один человек. Так, заходите к нам, у нас всегда есть холодильник, в котором можно найти что-нибудь вкусненькое, мы поделимся. Ну и москвичи тоже, не стесняйтесь, будете в Питере, заходите, какие-то вопросы вдруг мы вас с удовольствием примем. Вот. Парочку еще интересных тут у меня слайдиков есть для разогрева. Смотрите, недавно Котласиан купил компанию Trello, если вы не помните, такой сервис. Я тут недавно публиковал тоже, но вот еще раз скажу тем людям, кто не использует Trello. В рамках бесплатного аккаунта вы можете зарегистрироваться и начать делать вещи, которые, казалось бы, в принципе, этот Trello не должен делать. Вот вам пример того, как мы, например, делаем свою стенгазету каждую неделю. У нас есть такой процессик внутренний, где там каждый раз новый автор, он каждый раз меняется, это один из наших сотрудников, пишет новости про прошедшую неделю. Он их собирает определенным образом со всех и в своей интерпретации рассказывает людям, что было интересного. Там с фотками, с видео, с какими-то комментами. Вот так вот это выглядит. Я когда увидел, это разработчик вообще придумал у нас такую историю, я когда увидел, я просто офигел от нетрадиционного использования вот этого сервиса. Потому что, ну, по факту, да, это просто канбан-доска с задачками. А по сути, получилась такая, как газета вот с полосами. Вам просто вот вдруг интересно, да, такая история, попробуйте, советую. Мы тут недавно тоже сделали плагинчик такой полезный, может, будет вам интересно. Секция такая в задаче появляется, My Reminders. Тут в один клик можно запланировать напоминание на почту. Тут уже приближаюсь потихоньку к продуктам. О, бета и задаче. С текстом, может быть, с каким-то или просто там по умолчанию. Это бесплатный плагин, естественно. Тут не за что брать деньги. Можете на Marketplace, он уже доступен, скачивать, пробовать. Мы также сделали еще тут в рамках одного проекта такой плагинчик, тоже может быть полезный. Он еще не на Marketplace, но, наверное, скоро выложим его. Может быть, он тоже будет, наверное, бесплатный, не знаю пока. Это такая секция появляется в задачках, которая позволяет заранее по преднастроенным, заранее группам сгруппировать задачи. Ну, то есть, как линки, допустим, к задачам или саптаски, но они все плоским списком идут. И вот у нас один клиент попросил, вы мне вот сгруппируйте их по этапам нашего процесса. Эти группы настраиваются в админки, и потом вы сможете этими плюсиками всякими создавать прямо в этих группах связанные задачи, так называемые. Удобно, что они именно по группам располагаются. Это может быть и вместо, но отдельное вместо – это одно и то же. И вместе, вот, можно отключить. У нас там, по-моему, галочка, да, есть отключить эти линки в админке, которая убирает секцию стандартную, ну, чтобы не дублировались они. Правильный вопрос, да. Да, там можно ее отключить, ну, если она мешает. Вот. Такая история, значит, это вот тут просто по шагам, да, рассказываю. А это тема нашего собственного мероприятия – некое проектное управление. На самом деле, чуть такое, ну, вроде как вот есть стандарты даже, да, международные, PMP и все такое. Но мы, как бы, в последнее время плотненько так этим занялись на проектах и выяснили, что, вообще-то, люди не про стандарты ничего не знают и вообще представляют себе это по-разному. Мы сегодня покажем, расскажем, как это себе представляют вендоры. Вендоры, там, Atlassian, да, имеется в виду вендор, там, этого Big Picture, Tempo и так далее. То есть, что они думают вообще об этом, о планировании, о управлении проектами и так далее. И, честно говоря, вот для меня, я просто в свое время этим очень плотно увлекался, словом. И для меня вообще, ну, до сих пор, в общем-то, удивительно то, что люди не могут взять просто вот этот стандарт и каким-то образом его реализовать. Ну, ближе всего к этому, наверное, Маша скажет. На мой взгляд, подошел Big Picture. Такой есть плагин. Вот, все остальное – это такие на тему реализации, но не полностью реализация того, о чем пишут умные люди вот в этих стандартах. Но, можете это и к лучшему. Стандарт – это вещь такая, да, она сегодня, стандарт работает, а завтра нет. Вот, это тема нашего сегодняшнего мероприятия. Пару слайдов я тоже набросаю, чтобы вы понимали. Может, сейчас кто-то посмотрит, да, вот эти мои пять слайдов встанет и уйдет. Это будет нормально, ничего страшного. Вдруг вы что-то какие-то там блокбастеры ожидали. Нет, будет просто рассказ у нас сегодня про продукты. Немножко вот про нас. Как я сказал, Сара будет про темпо нам рассказывать. Прямо в реальном времени сейчас она подключится. Единственное, она будет говорить на английском языке. Ну, если кто-то что-то не поймет, мы тут переведем по ходу. Вопросы тоже, если что, можно будет через нас позадавать, если вы будете испытывать затруднения какие-то. Маша, как я сказал, поговорим про портфолио. Вот это самый спорный, на мой взгляд, продукт. По крайней мере, я вот с Машей каждый день про него спорю. И плагин, про который мы сегодня не будем говорить. Но я слайд сюда добавил, потому что ребята из компании LMworks, это наши друзья, они у нас тут через дорогу в Питере сидят, разработчики вот этого продукта. Не смогли сегодня приехать, много дел у них. Они вот как раз работают в данный момент, прямо сейчас, уверен, над такой секцией, что ли, назову, которая позволяет, собственно, в каком-то смысле реализовать проектное управление. Ну, то есть тот самый наш любимый гант, некое календарное представление наших задач. Но кто не знает плагин Structure, это как бы не то, что реклама, но клевый плагин, на самом деле, позволяет создавать структуры задач. В группах там и так далее. И к нему давно уже все просят, ребят, сделать такое представление, оно как бы напрашивается. Но пока есть только вот эта картинка и некая бета-версия, ограниченная для, хотят сказать, ограниченных людей, для ограниченного круга людей. И ожидается, что где-то осенью эта штука появится в доступе, в публичном. Поэтому, как бы, держите ушки. Если у вас есть такой плагин, да, если вам это интересно, это будет неплохая конкуренция, ну, на мой взгляд, тому же Big Picture в перспективе. Наверное, не сразу, конечно, но в перспективе будет. Вот. Мы тут собираемся осенью поехать в Сан-Хосе. Будет саммит большой. Вот мы недавно приехали из Барселоны саммита. Кто-то собирается? Кто-то был в Барселоне? Вот. Помните, да, вот такие истории, которые произошли после саммита. Скорее всего, там будет то же самое. Буду рад, если мы там встретимся. Заезжайте. Мы там будем стоять со стендом, со своим. Вот мы помимо того, что мы внедряем продукты, мы еще некоторые продукты разрабатываем тут. Ну, субпродукты, да, по сути, аддоны под эти платформы, под наши. Вот. Если интересно, тут вот сейчас ролики у нас крутились по ним. Подходите, спрашивайте. Хотя, я не знаю, Маша говорит, она сегодня что-то назовет вот это слово. Вот это вот. Я не знаю зачем, но посмотрим, даже мне интересно. Вот. Тут же скажу, что воспользуюсь словом своим. Ребята, кому интересно, пишите письма. Мы сейчас активно развиваемся, в том числе в Москве, в Питере. Вот. Приглашаю поработать с нами временно, невременно, постоянно. Будем очень рады, если вы или ваши друзья какие-то вообще этим, эта история интересуется. Пишите, мы будем очень рады. Вот. На этом я закончу свой короткий доклад. Есть вопрос? Писать куда? Заходите на наш сайт www.teamlead.ru. Там есть раздел «Контакты» или еще есть в русской версии. Сейчас у нас, кстати, кто, вот, может, были на сайте, да, тоже скажу. Мы наконец-то уже запустили сайт. Он сделан на Confluence, наш сайт, с помощью плагина еще Bricket. Мы вместе с этой компанией делали сайт наш. Если интересно, да, вот как вообще дизайнить вью представления Confluence. Зайдите на наш сайт, посмотрите, как вообще эти лайауты. Мы выбрали этот продукт. Я о нем рассказывал на прошлом ТАДе. Записи у нас есть на нашем сайте. Чтобы сайт могла редактировать там бабушка любая. В том числе и разметку, какие-то там специальные кнопочки и так далее. Вот. Вот. И сейчас нам, у нас очень легко он редактируется. Мне, по крайней мере, очень нравятся. Вот новости всякие добавляются. Вот. Поэтому в русскоязычной версии сайта есть, по-моему, даже раздел «Работа с нами». Но я не уверен. В старом сайте это было. Вот. И оттуда можно было отклик сделать. Сейчас, не знаю, надо проверять. Там еще половина разделов недоступна. Вот. Это, кстати, отсюда же, вот с этой же стены. Но в ноябре мы вот здесь вот у нас было побольше мероприятия. И оно, кстати, будет. Тут воспользуюсь тоже, приглашаю. Там будет практически, вот как я говорил, да, весь день. Мы пригласим тут. Люди уже мне тут предлагают интересные доклады. У нас уже там списочек такой собирается. Будет очень весело. Вот. И интересно. Надеюсь, так же весело, как сейчас. Вот. Ладно, ладно, я шучу. Поэтому в календарик ноябрь или что-нибудь там октябрь какой-то здесь. Здесь же, скорее всего. Потому что нам тут нравятся. У нас крутые самые операторы в Москве. Самый крутой, вон, Леха, который тут нам просто самый крутой проектор нам сделал сегодня. Я такой еще в Москве ни разу не видел проектор. 4 или 10К тут разрешение. Не знаю. Это у нас фотографии мыльные. Вот. Сейчас немножко тут тоже порекламирую, ребят. Приходите. Все. У меня все. Спасибо. Сейчас мы будем подключать Машу. Вот. Я надеюсь, это быстро получится. Спасибо. Спасибо.